И говорит потом Солочев в интервью, что хорошо, что попались на них сейчас, потому что если попались бы позже, мы бы вылетели из турнира. Ну вот, а попались здесь сейчас, и по лузерам поедем. И подготовились, зарядились этим поражением, поехали вперед. И типа, хорошо, что это случилось на групповом этапе. И для Na'Vi хорошо, потому что им это очко было нужно. И для UP, потому что они вот получили небольшую такую оплеуху теперь, и будут более серьезно подходить к оппонентам. Не будут рофлить, выкупаться, играть на очки и все прочее, что они делали во время первой своей игры против Payne, например, гейминга. А если взять будущее Na'Vi, то 7 и 2 точки зрения групповой стадии, кого им надо еще обыгрывать, получается. У них все было очень плохо, когда они проиграли ОГ, и раз они отжали очков ОВП, которые отжимают у всех остальных, то это очень хорошо для них, потому что теперь это почти гарантирует им хотя бы выход из группы. Ну а с кем они сейчас еще будут играть? Ну с Payne Gaming у них вроде еще игра будет. Вроде Payne Gaming, и сегодня у них игра должна быть еще против, например, я бы сказал, что Liquid. Liquid в другой группе. Да, это ты прав. Сейчас пару секунд. Newby, наверное, еще остались. Na'Vi Payne и Newby Na'Vi, да. Вот сегодня будет Newby Na'Vi, завтра будет Na'Vi Payne. И это все проходные для них команды. Это команда, которая меньше всего. Да, мы знаем, что у них 0-3 и 0-3 у обеих. А нет, 1-2 и 0-3. 1-2, потому что Payne обыграли ОГ. Да, да, да. Или нет. Нет, они обыграли Newby. Они обыграли Newby, да, точно-точно. И вот у Newby сейчас 0-3, и Newby надо цепляться, выиграть обе свои игры. Поэтому это первое, что они будут пытаться сделать, это выиграть у Na'Vi. И второе, это то, что их плейстайл для Na'Vi не очень удобен. То есть вот есть команда, например, там, вот, VP. Им было не очень удобно. Была команда Payne, у них такой плейстайл, что ты просто йола бежишь вперед, а для них очень удобный соперник был, то есть китайцы. Поэтому на самом деле у Na'Vi к Newby могут быть некоторые претензии и проблемы по игре. Но если они выигрывают обе карты, то они получают себе первое-второе, да, и выходят в топ? Подожди. Значит, первое-второе не уверен, но скорее да, чем нет. Они же обыграли секретов. Ну так они как раз, когда Тихис был, тогда вот замечательные карты. Да, значит, если они обыгрывают две, то выходят в Винера. Хорошо. Ну так это для нас вообще замечательно. Для нас это здорово, конечно. И там идеальный расклад для Na'Vi — это Flight to Moon, которые будут с ними биться. Но я про то, что для секунды. Важный момент, то, что если они выходят в Винера, а ОГА сегодня выигрывает карту, то на ВП они выходят в Винера. То есть там такая ситуация, что из-за того, что ОГА сейчас идут 3-0, то скорее будет разделение между ВП и Na'Vi за Винера. Но мы помним историю про Virtus.pro на предыдущем эпицентре, где они в первой же плей-офф-игре проиграли, да, вылетели с чемпионата. И очень многие печалились. Это, кстати, как раз-таки был то ли сингл-эллюминашн, то ли они были сразу все-таки у зеров. Но я точно помню, что они в первый же день вылетели. Так бывает. Кто-то все равно вылетит. Да, такое случается. FTM против LGD. Вторая карта Best of 3 противостояния. Это вторая игра сегодняшнего дня, пятого дня. Групповой стадии эпицентра. Дум не в бане, кстати. Берется пока братрум. Но Дум-то не в бане. Так что есть шанс, что мы увидим его вторым пиком. Может, очень хорошо у них получается с ним. Возможно, наоборот. У нас PSG хотят, чтобы забрали Думу. Может быть. Но видишь, у них в этот раз не ферст-пик. Поэтому они, как говорится, дали выбор. Забанили Чена. Забанили Шака. И теперь думает, кого же взять. Мне кажется, по FV понятно, что он хочет Рубика. Его аж трясет. Да, он прям просто смотрит на экран. Такой, возьми Рубика, возьми Рубика, возьми Рубика. Рубик, Рубик, Рубик. Но это беззвучно. Я видел там вчера ССС, который постоянно... Да, да, да. Возьми Панга, Панга, Панга. Панга, Панга. То есть здесь этого всего нет. Он именно... У них, видишь, этот авторитет тренера, он непоколебим. Это китайцы. Это китайцы. Совершенно по-другому мысли. Поэтому, если он сказал, то есть, видишь, даже... Есть, например, коллективы, тут же Энви, когда пикает. То есть вся команда стоит, что-то там обсуждают, советуют, спрашивают друг у друга. Здесь вот он сидит и такой, типа, я вот пикаю, и все. Периодически узнает какие-то моменты, которые, может быть, он там забыл, или в которых он чуть хуже забирает теперь, чем Мэйби или Ами. Но в основном вот именно видно, что все сидит и сам делает. Здесь видишь у Флая за спиной куча помощников, и сейчас все они вот именно коллективно решают, что брать. Распечаточки и так далее. Но если взять именно количество вайперов у Мэйби, явно понятно, что это решение не его, да, и он не особо хотел бы играть на подобном. И Doom от PSG. Своровали. Своровали. Грамотное решение здесь, опять же. Все правильно, да, видно, что Фирр сразу немножко подрастроился с этого всего. Понимать, что играть со спиртбрейкером против Doom не очень здорово, потому что если Doom еще будет четвертая позиция, как, например, в Na'Vi они делают, то ты не можешь с ним нормально перехитаться. У него, во-первых, будет крип, который тебя может тормозить, типа Голема, или, например, Стомпа, или Тролля. Три вот Disabled Infernal Blade сверху. Infernal Blade, Земля и так далее. То есть ты не можешь его даже перехитать из-за того, что он тоже силач, он тоже жирный, у него куча зарегена. Неприятный соперник. Но у бестмастера это хорошо. Не ладно, с мастера и бестмастера. Я помню, ты вот играл много на этом герое. И в лес выходили там. Он вообще любит животных у нас. Лучший лундруид на районе, лучше бестмастер на районе. Не, просто кому-то нужно было микрить, и, к сожалению, был только я. Не, я помню, в какой-то момент времени Пупея переклинила его, и он взял бестмастер в лес. Нет, это не был бестмастер в лес. Изначально это был бестмастер в мид, потому что мы с ним выиграли вторую игру, когда я отправил Дэнди на сложную. Говорил, Данечка, давай все, побаловался, и хватит. Теперь как бы дай взрослым дадям побыть в миде. Ну и потом в второй игре мы взяли бестмастера с расчетом того, что он пойдет на мид, но неожиданно противник набрал огромное количество интелеков. Мы такие думаем, ничего себе, а давайте паку возьмем. Ну, там Саленс против Фуриона, Саленс против Шторма, Саленс против всего, и в итоге бестмастер стал саппортом. Я просто вспомню, там с кабаном все, микрил в лесу. Ну да, это жестко. И, соответственно, тут бестмастер плюс-минус улыбается, потому что LGD уже показали потенциально четвертую и пятую позицию, и, соответственно, какого-то сейва в виде винги, в виде какого-то другого персонажа просто не будет. Да, но есть всегда опции пересадки, думаю, в третью позицию, поэтому тоже тут надо быть поаккуратнее. Но все равно бестмастер хорош. Ну, они могут потерпеть фиаско только на том, что LGD станут немножечко вариативнее, возьмут, допустим, себе еще одного саппорта, способного моментально сейвить, но зная вот... Я бы в интервьюерную-то рекомендовал. Ну, как вариант. То есть, зная стиль LGD, вот они в последнее время что-то прям идут и вот давят, 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 пушат, то есть им даже не нужна защита. Они обычно каждый замес начинают первыми. Вообще любой замес. Ну, видишь, а теперь есть птица, хотя бы будет какой-то Flyvision, опять же, есть Spirit Breaker, который может разбежаться заранее, тоже дать тебе понятие, кто куда переходит, ну и пошли у нас по корам, по всем прям смотри, там Луна, минус ПЛ, минус Морф, минус Лавстиллер, четыре героя таких очень плотных, дезагрейды для бисмастера, под ауры дезагрейды, фейсбомбы убрали, а в ответоваться убрали именно героев, которые разбивают лица бисмастера на линии в соло. Так что Морф, что ПЛ просто приходят и даже поддержка особо не нужна. Ну да, они слишком прочные. Соответственно, Flight of Moon сейчас нуждаются какой-то заливочки, то есть как бы бисмастер держит на месте, Spirit Breaker тоже выдает большое количество дизайбла, но нужен урон. Нужно много-много урона. Была бы здесь Империя, я бы сказал, что это будет Скай. Сто процентов, да. Который не будет за всю игру ни одного варда, ни одного смока, и уже Гостик на третьей позиции будет заниматься и вардами, и смоками. Вот, но слава богу, что... Ну нет, Flight of Moon, поэтому здесь вроде без Здесь другие ребята. Но какой-то, да, урон хочется набрать. На самом деле бисмастер вроде бы герой-то а демеджа. То есть когда-то появляется там медаль, конь, края и все прочее, он может убивать соло любого героя. В будущем, да, в будущем. Но вот на старт игры, да, какой-то может быть. Ну вот им бы Вич-Доктора забрать, конечно. Знаешь, так это аккуратно выкупить. Ранний террор такой тоже, третьим пиком. Интересный. То есть вот это вот Китай с их террор-блейдом, когда ты думаешь, ну вот сейчас что-то будет, сейчас надо что-то придумывать. Ну, сейчас нужно срочно найти контур-ТБ, вот прямо с ходу, поскольку героев на самом деле очень мало. Допустим, если бы не было Дума, я бы сказал, что неплохо заходит УД. Но есть Дум, и УД уже не заходит. Ну да, ну у него лишь какой-то гирыч обычно заезжает в таких случаях. Опять же здесь под аурами, под дизейблами, по идее можно играть. Но на Дума не так сильно стреляет, потому что, ну, вешается на тебя Дум, ты уже, если флайк успел нажать, а какая разница стреляет, стреляет, стреляет. И дальше уже все равно. И, соответственно, на Flight of Moon нужно каким-то образом захватывать инициативу, потому что пока у LGD слишком крутой лейт. Я бы, знаешь, как его героя назвал? Ликантроп. Ликантроп. Они все забыли. Я понимаю, что если они его возьмут, он очень плотно темп им повысит. У них будет три таких быстрых, мощных героя о темпе. Но о нем все забыли. Ликантроп реально уже многие команды забыли, мало кто его берет. Но, кстати, некоторые команды его банили, когда... Видишь, ЕГЭ не приехали, потому что у них, я думаю, каждую игру его просто банили. Или Вичи Гейминг Джереми Тандер. Ну, Operation. Operation, ну, как бы, возможно, он будет хорош против ВД, но ТБ он не конжет. Ну, они играли так уже. Даже такой даблой. То есть, опять же, это Flight to Moon, это вот у них был уже дезагрейт ВР-ки через Челинг Тач, например. Ты знаешь, такой выход интересного героя. Все-таки таргетный урон у меня сейчас очень большой. Ну, я понимаю. А вот и под сейв. Как мы с тобой просили, кстати. Вот он под сейв. Я имею в виду, что Operation очень круто, когда у него есть в команде мощный кастер, но вот первые два парня, они больше специалистов по физике. Слушай, я бы не так не говорил. Аппарат, он, конечно, прикольный, что вешает эту поляну, в которой у тебя доп. урон есть. Но Челинг Тач, он и на физ ДПСеров нормально работает. Ну, Челинг Тач, он прекрасно работает на физ ДПСеров, но я это веду к тому, что если будет хотя бы один герой с магическим рассказом, то эффективность Operation повышается. Да, но смотри, мы просили с тобой дэмэдж в Рорбисмастера, в итоге набрали еще дизейбл, а теперь нужен еще дэмэдж в Хроносферу. То есть у них сейчас четыре героя, три из которых просто держат. То есть у тебя нет дэмэджа, и один аппарат с этим не справится. Учитывая, что уже есть под сейв и идет Ускара. Ну, оставился мидер для Боди. Боди будет дамажить. Я не знаю, то есть, значит, инвокер через катаклизм вот их спасет. Через рефреш катаклизм. Да нет, но я думаю, Лина какая-то приедет просто. Ну, возможно, потому что пока это не выглядит как хорошая синергия между персонажами. Как насчет ВРК, если взять то, что ПРС. Тоже садит. Нет, просто смотри, у тебя как это работает. Переходит в ВРС, садит в Хроносферу. Баррик бежать не может, бестмастер дэмэдж дать туда нормального не может, в лучшем случае это пары. Некрачи не могут бить там. Некрачи не могут, самманы особо не могут помочь, и аппарат максимум там ультимейт. В лучшем случае первый спелл. И этого мало, это очень мало, как бы еще там будет воронка, которая будет как бы увеличить магический урон. Да, и если ты ультимейтом не попал, то у тебя еще и дума регенится там. Подожди, но Сайлент хорошо расставлял хроносферы против Минески. Проблема в том, что у Минески был андерлорд, который отправлял их на базу вовремя от АСССР. Нет, мы сейчас говорим не об этом. Мы сейчас говорим о том, что даже если он поставит идеальную хроносферу, кто будет? Да, да, что дэмэджи в него очень сложно выдавать. Я согласен с тобой полностью. Я думаю, что это будет либо снайпер, либо Лина. Линя вполне себе удобная. Да, снайпер норм. Снайпер топ, но снайпер гридовый, так же, как в принципе и Войт, и БМчик плюс-минус. Что поделать? Тут надо как-то ситуацию выруливать. Вот, кстати, комментировал много игр в Flight to Moon, и у меня в каждой игре была ситуация, что остался лас-пик у них, и надо срочно что-то исправлять. И вот эта игра не исключение. Вот у них снова прикольно все, здорово, но чего-то не хватает, и срочно нужно это исправлять. И только лас-пик остается. Из игры в игру такая ситуация. В благо сейчас очень-очень много персонажей, которые могут исправить им все еще в смысле в пуле, да, они забанены. Ну давай подумаем. Давай, Fly. Лину, пожалуйста. Мы любим рассказы. Может, SF? Это фанч. И жахать. SF, Лина, снайпер. SF, просто у него малые кулдауны на КЛИ, он сможет и под Бисмастера успеть выдать, и потом под Вайда успеть выдать, и ультимейт, если что-то неплохой. Именно такой тоже быстрый темповый персонаж, хотя под аурами. Если он хотя бы что-то будет делать. Просто брать какую-то квапуну, типа дэмэдж даст, но у него какой-то ультимейт большой. Брать какого-то пака, у него не так много именно урона. Ему тяжело будет дать сайленс в противниках, если там какая-то хроносфера. Серьезно задумались. То есть брать инвокера, но он тебе плохо на линии. Да-да-да, с Санстрайк, да, у них будет возможность быстро убивать на всех линиях, но такое. Брать в эрку, как вариант, заливки через Аганим. Но тоже нужно близко подходить, опасно. Зевс, вот. Нашли выход. Зулс, да. Но ему еще позиционироваться не надо особо. Зевс в этом плане не так плохо. Ну, давай посмотрим. Все-таки Ласпик остался тоже в мид. Поедет какой-то убер-лейт-герой, и что с ним делать? Единственное но. Вот если бы не было Дума, я бы сказал, что Зевс заходит идеально. Но Дум есть, и, соответственно, будет борьба Зевса против Дума. Он будет скаутить, да. Он будет скаутить сюда Зевсом. Зевсу не надо Хекс. А значит что? Значит есть свобода для линьки. Ну, давайте думать. Герой последний в центр. В чем на самом деле, может быть, даже против Зевса Ну, такое. Сомнительное удовольствие. Что-нибудь жадное? Мне сейчас какой-то визажность нравится. Что-то, что не боится в хроносфере. Мне очень нравится визаж. Куноч. Это хороший баф для всех, кто внутри него. Кунка норм. Даже если не ты сам внутри хроносфера, можешь откинуть хороший корабль, дать баф на выживаемость. Шторм Спирит. Шторм Спирит. У нас синее против синего на миде. Это интересно. Это риск. Это интересный риск. Это попытка доджить все, что есть. Но если давай так, если не закинуть первые 15 минут то очень плотно, то шансы хорошие вылжить. Если они закинут, где там Барра перегонгает всех под Зевсом, быстро гоним, то Flight of Moon должны брать. На первые 15 минут вся игра возлагается. Боляем за наших. Боляем за наших. Ну что ж, совсем скоро мы узнаем, кто же сильнее Париж или Луна. И отправляемся к нашим комментаторам. Майл Штон, Джем, вам слово. Ну что, проклятие разрушено, и теперь оно новое. Все игры по 2-0. Как тебе такое? Не хотелось бы, если честно. Хотелось бы 2-1. Верю, верю в СНГ Доту. Надеюсь, что Flight of Moon сейчас покажут достойную игру. Хотелось бы в это верить. Но не исключено, что LGD смогут одолеть. Да, очередная сигнатурочка для команды LGD. Этот Шторм Спирит, которого они также очень часто забирают. Не самый частый гость в современной Доте. Хотя, учитывая эти апы, которые залетали в последних патчах, учитывая его монопул, который стал еще больше, Шторм Спирит очень опасен. И это тот герой, который зачастую может выиграть игру в соло. Хотя, Спирит Брейкер, Бестмастер, Войт, герой, который очень сильно помешает. Да, LGD в это время в атаке за Флайем Погоня. Флай откидывает под себя Вортекс. Ну и в итоге не удалось его здесь подцепить. Обошлось пока что Биржертв. Ой-ой-ой. Вот это неприятный момент. Прочитано. Да. Для ребят из ФТМ забирает себе 100 голды уже. Мистер Мэйби. Ну и Мэйби, кстати, на Шторм Спирит давненько не видели его. Давненько. Интересно будет посмотреть на этого персонажа. Я насчет, кстати, 100 голды не уверен. Сейчас же, по-моему, на первом уровне поменьше. 100? 100 циферка уже была. 100, значит, 50 экспы он забирает, потому что раньше было 100 экспы. Это, на самом деле, довольно существенный фикс. Так, ну вряд ли здесь будет у нас фраг. Скорее просто прогоняют их снова. Дело в том, что раньше просто герой, который забирает вард, если он делал это один, он получал полуровня. Сейчас в начале экспириенса, по-моему, 50, и ты уже не получаешь полуровня. А самое главное, что он съел это все рядом с Вич-доктором, Флай, есть Инферном Блэйд, избивает его Флай. Флай горит, за ним погонят Флайя на топе, прямо под Т1 прогоняет Флайя. Забрать его, видимо, не удастся, но все же неприятно. Ну очень сильно размяли, даже если не удастся. И сейчас мы видим еще один фикс, который был. Это Шарды и Таска, которые помогли оперейшену уйти по ранчу Сайлент. Ой-ой-ой, Сайлент, как наглеет, юзает таймволк на развороте. Сайлент, очень больно ему. Шарды отрезает путь к отступлению. Зачем ты так агрессируешь Сайлент? Это ФБ, который делает ЛГД. Да, действительно. Непонятный момент. И это очень неприятно, Ферзблад. Дело в том, что Сайлент пропускает часть крипов в данный момент. Только сейчас приходит на линию. Линия и так непростая. Таск плюс Дум. Так еще и они забирают ФБ. И сейчас будут забирать всех крипов, потому что Оперейшен плюс Водит не прогонят эту линию. Никак. Я думаю, что непростая будет играть в Light of Moon. Да, согласен. Ну что ж, давайте посмотрим расстановочку на топе. Но мы уже видели, что Таск на пару с Думом против аппарата и Войда в миде, конечно же. Штарм Спирид против Зевса. У Зевса пока что не особо приятный винрейт, на самом деле, на этом турнире. Да и вообще в этом патче, так скажем. Вроде бы появляется периодически, но так знаешь, ситуативно. Ну и на боте, конечно же, Бесмастер против Террор Блейда, но и Террор Блейда будет помогать здесь Витч Доктор. Сутиативно. Сутиативно, да. Очень вошли в моды эти даблы, сильные на сложных линиях. И с одной стороны Doom плюс Таск, с другой Спирид Брекер плюс Бестмастер. Посмотрим, кто в итоге отстает лучше. Ну и конечно, в такой ситуации центральная линия имеет особое значение, потому что суппорты не могут прийти быстро помочь. Зачастую, вот в прошлом патче, в позапрошлом мы видели, как постоянно дабл мид, трипл мид и все в таком духе. Сейчас мидеры все чаще остаются один на один. В такой ситуации, как говорится, чистый скилл решает гораздо больше. Да. Ну что, 1-0. По-прежнему в это время NoFira прогоняют от баунти руны. Ами забирает ее. На чужой мидок, не разевая роток, говорят ему. NoFira, ну, говорит, хорошо, в это время в миде очень больно. Maybe проседает он. Хаста забирает FY и за айсбергом погони айсберг. Maybe здесь. Айсберг сейфтп от Олсона Флая. Айсберг живет пока что. Чилинг тач. Проблему Maybe. Maybe живет пока что. Айсберг погибает. Maybe следом отправляется в таверну. Но Maybe первым сделал фраг. И сейчас еще и Фай могут забрать. На хосте на него бежит спиритбрекер. Фай нужно бежать. И Фай бежит. Спиритбрекер за ним. Хаста заканчивается. Под вышку съедает Fairy Fire. NoFira. Есть ли мана? Нет маны. Все, NoFira уйдет. Нет маны, но здесь зато есть уже Maybe, который вернулся из таверны. NoFira отпивается неплохо. Дерется здесь. Башек. Башек прокает и погибает по итогу и Фай. Айсберг тоже уже здесь. Начинает разминать потихонечку Maybe. NoFira врывается у Maybe проблемой. Maybe тычкуется до последнего. Maybe пока что живет. Отпивается ботлом. Забирает с собой NoFira. Заберет ли Айсберг его? Но его прячет. Последние дольчики ХП просто в Snowball Task. И по итогу он погибает и вместе с собой еще забирают Айсберга. Вот это поворот. Что за дичь произошла? Все умерли на этой линии. 4-3. Только мне стоило сказать, что 1-1 на миде. Как на мид пришли все. Абсолютно все приходят. В такой ситуации, конечно, руки развязаны у оффлейнеров. Вернее, у кэри. 19-3 у Войда. 13-2 у Террор Блейда. Ситуация несколько налаживается. Да, интересный начало. Интенсивная дота у нас идет. Нетерпильная, так скажем, сразу в атаку. Обе команды отправились во все тяжкие, так скажем. Продолжает фармить Ама. Ну, в свою очередь, у Салента здесь, я смотрю, уже Ласхит просто замечательный. 22 на 5 он идет. На линии его особо не напрягают. Да, он может использовать таймволк, как только получает Инфернал Блейд. Хоть и кулдаун там маленький в Инфернал Блейде, тем не менее хп восстанавливает. Я просто увидел, как этого корову остановили, просто беги, просто стоять. Банку в лоб кинул. Я остановился на эфир. Маледикт еще получил, просадили его неплохо. Так, FY уже здесь, расставляется Вижен, он Грата, топориком не откидывается. Ну и на этом все. Три топовых крипстата у Fly to Moon. Немножечко отстают LGD. Совсем чуть-чуть, я бы сказал. Дум может быть отстает, но у него есть Деваур, Террор Блейд отстает на 10 крипов, это не так существенно, а если говорить про мидеров, то там вообще поровну. Нофир. Нофир держит свой путь, я так понимаю, на думу. Разгон взял, да, Чилис уводит крипов. Разгон взял, разгон отменил. Ну, я бы тоже не рисковал на его месте врываться на думу все-таки. Там Инфернал Блейд тебе половину лица то точно оторвет. Да, причем он работает в процентах, поэтому для Спирит Брейкера это особенно больно может быть. Ну что ж, игра продолжается. В это время, я смотрю, три героя находятся, ребята с команды Flight to Moon, но в это время смещается также мэйби в лес подфармить немножко. Хотят подгангать Штарма, пока у него нет шестого уровня, но он уже очень скоро будет шестым. Уходит в леса, понимая, что без шестого показываться на линии страшновато. Здесь уже спокойно остается на линии и ничего не боится. Да, пока что по старту у Flight to Moon все хорошо. Нонград смещается в лес. Он, как и дум, может фармить леса. Вот это, конечно, то, чем раньше занимались оффлейнеры поголовно, учитывая, что был аэрон талон, сейчас только после определенного уровня. Но четвертый уровень это вполне достаточно. Как, в общем-то, и дума там. Ну, дума буквально первого он может уже с Девауром уходить. В общем, оффлейнеры у нас переехали. 4-3, почти все фраги были забраны на центральной линии в сумасшедшем размене. Ну и вот дум со своей стандартнейшей раскачкой через Infernal Blade в 2 и землю в единичку вместе с Девауром в единичку. Будет максить Blade. Слишком сильный этот спелл сейчас. Да, многие играют так. Fly уже здесь. Есть разгон, кстати, от No Fear. Возможно, попытаются забрать Дума. Дум 5-й левел, потягивает сюда Silent. Ну что ж, начнутся предварительные ласки прямо сейчас, врываются, и Дум выживет ли. Есть Infernal Blade по No Fear, пример за это он, и это минус Дум. По итогу. В это время, правда, забирают параллельно Beastmaster'а на нижней линии, уронная игра. Оффлейнеры разменены. До этого одновременно у нас умирают мидеры. Ну и Тасик четвертого уровня решает выйти на центр. Все-таки, в отличие от Шторма, Зевс остается немобильным героем, и на него можно выйти, закрыть его. Так, выходит сюда также и Шторм. Да, нужно быть аккуратнее Айсберга, уворачивается от шардов, прячется под тавер. Не слишком упорствует и Fly, но ходит отсюда. Ну, просто обозначил, что он здесь, и Айсбергу нужно быть поаккуратней. Ну, я так понимаю, у нас будет очередная игра и Fly to Moon, и LGD, где обе команды выйдут в мидгейм, и LGD попытаются забрать Рошана в удобный момент. Подставляется, думаю, очередной раз. Есть хрон. Врывается, да. Да, тут без хрона, мне кажется, справятся. Башики, плюс примерзнуть, сейчас колл фитов, хроносферу решили. А там в хроносферу наступил тем временем еще и Вич Доктор. У Вич Доктора проблема, и Ник снова также отправляется в таверну. Один No Fear накинул урну. Сюда летит Мэйби, и на развороте No Fear можно наказать за наглость. Очень долго летит Мэйби, но все-таки вот он, No Fear. Еще секунда. Разгон. И что, неужели уйдет? Да ладно, он уходит. Боже ты мой. Подождите, еще не конец, там X снова идет. Там идет X снова, нужно либо динаиться, я не знаю, да, динаиться. И он динаится. Он стянул трех героев, вынудил потратить длительный телепорт в шорт-спире, где-то потратить его ману, после чего просто заденайлся. Да, хроносфера была, конечно, отличная. Забрать Думу было неплохо, но когда еще туда наступил Вич Доктор, стало совсем приятно. X снова забирает вард в миди, проблему Айсберга, врывается Мэйби сюда. Вортекса нет, но могут попробовать просто с руки забить. Айсберг бьется до последнего, есть Сноубол, Айсберг погибает. Здесь X снова очень битый, но, наверное, его забрать на развороте не получится, плюс прожимает стик и выживает. На него берет разгон Ноуфир, но Ноуфир пока добежит. В это время Рор потратили на Террор Блейды, нужно отступать на Унграта. Унграта просто защитный Рор, чтобы можно было спокойно уйти, не нафидить. Фай, Шторм возвращается сюда, Шторм, Шторм забирает Оперейшн, седьмой уровень. Флай забрали, еще можно Ноуфира поразминать. Ноуфира также просадили на пол-ХП, это всегда приятно, спирит брейкеру теперь сложнее будет ворваться или придется на Мэйби, Башек прокает, здесь уже и Айсберг, а вот с Айсбергом биться как-то не хочется. И Ноуфир потратил последний заряд в урне на то, чтобы продамажить Мэйби, но у Мэйби есть Боттл, и в общем-то Ноуфир тоже придется отступить, возможно. Сверху, Чилис, пятого уровня против Сайлента. Да, вот казалось бы, смотри, ты Инферном Блейд, ты даже юзаешь ТМ Волк, а все равно ХП продолжаешь терять. Периодический урон. Да, и с этим ты ничего не можешь сделать. То есть ты вот эту первую мощную тычку можешь заивейдить, а дальше горение ничего с ним не сделаешь. В идеале ждать какое-то время, вот как раз, чтобы урон прошел, и после этого ТМ Волк делать. Да, разгон в это время Ноуфир берет на Чилиса, Чилис отменяет Ноуфир, на развороте Инферном Блейд, Ноуфир, проблемы у него, касочки полетели, это минус Ноуфир. Да, здесь хороший выход был от Вич Доктора и Тасика под Чилиса. Чилис идет вперед, есть Дум. Дум это то, чего Войт боится, но чуть ли не больше всего. Да, безусловно. И шестого левела сейчас не хватает Флайу, конечно, было бы в идеале иметь. Но откуда же его взять? Пока же четвертый левел. Вот есть герои, которым может быть все равно, например, даже Террор Блейду. Если он нажал форму, нажал там БКБшку какую-то, он может просто стоять и расстреливать. Но Войт с Тайм Волком, с Хроносферой, если он получает Дум, ему слишком неприятно. Ноуфир, погоня за Сомнусом, Сомнус отступает. У Сомнуса Кая будет первым артефактом, после чего сделает либо Блат Стоун, либо Сан. Стандартный билд на таких героев, которые постоянно расходуют ману. Да, мы уже отмечали этот момент. В это время у Аммы проблемы. Амме. Имеется у нее Сандр, он его юзает, получает Рор, врывается Ноуфир, полетели кассочки, накинули Маледик на Ноуфира, Ноуфира прогоняют, прогоняет Нонграду также отсюда. Айсберг забирает руну Инвиза, в бутылку положил. Ну вот как-то пока Бестмастера не хватает, и в том числе и Думы не хватает. Мы не видели атакующих, заклинаний в действии. Дум все еще на верхней линии. Есть Анасфера. Пытаются забрать сейчас у нас здесь кто? Это у нас очень битый Таск. Таска забирают, погоня за Чилиса, но Чилиса не догонит. Вот прийти с Чилисом попробовать забрать через Дум или с Бестмастером попробовать забрать через Рор, тем временем находят у нас Икснова. Икснова в опасности, да, должны были увидеть. Врывается уже Ноуфир сюда, ну и конечно же Вич Доктора никто здесь не отпустит. Минус ВД. 8-8. Очень равная игра. Да, равная игра. И самое интересное, что не успокаивается игра. Драки продолжаются у нас по кулдауну на разных линиях. Не отпускают у нас оппоненты друг друга, продолжают давить. Да, ну и опять же, я уже понимаю, что это будет похоже на то, что мы видели в прошлой игре. Вопрос только в том, кто лучше по итогам использует свои ключевые дизейблы, потому что Дум может... Так, нападение на Бестмастера. Ну да, но Град скорее всего не уйдет здесь. Он откинет топорики напоследок, но слишком много урона. Загулял, подставился. Сначала откинул топорики, а потом откинул копыта. Откинулся в таверну потом следом. Да, берет себе талант на регенерацию маны. Мэйби. Все еще нету Дума скастованного. Все еще Дум не реализовал свой тимп. Да как-то возможности, видимо, не было все еще реализовать его. В это время врыв на Амэ. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А это жестко. Жестко реализовали зато. Напомню, что вчера последняя встреча на ВВП, последняя карта Дум... О, не Дум... Террор Блейд против Зевса. И Террор Блейд там не смог затерпеть очень много урона. Террор Блейду нужно обязательно кучу артефактов и желательно еще БКБшку, потому что он слишком хлипкий против этого кастера. С пылы снимают ему все хп. Да, мы знаем прекрасно, что Террор Блейд очень хорошо терпит физический урон, но вот к магии, к сожалению, не так он хорош против нее. В это время погоня за Чилисом бежит науфир, но не добегает. А тем временем забрали у нас Айсберга. Айсберга, я так понимаю, на руне забрали. Ну да, подловили, и Вичдоктор с Маледиктом не прощает. Вот здесь. Касочки, плюс шарды, плюс Варлл Спанч уже есть. Трудно такое пережить. Достаточно просто. Забирают с двух суппортов всего-навсего. Но это Зевс. Если Шторма нужно обязательно контролить как-то, то Зевс, он такой вот хлипкий и не мобильный. По Нетворцу, тем не менее, идет 4400, хотя у Шторма уже 5400, и Сомнас набирает очень много. Айсбласт попадает в Амэ. Да, и кстати, здесь и ФВай. Все еще в позиции. Был готов помочь своему тиммейту. Что знает? Когда Сайлент отправляется вперед, есть ноу-бол. Есть ноу-бол, и ФВай выигрывает время, покатился. В это время добежал Нофир, но в итоге не стали фокусить Амы. Попробует забрать хотя бы Таска. Так. Шторм. Я слышу Шторм. Где-то врываться готов. Прыгает Сайлент. Хрон. Моносфера по двоим. Отлично. Сразу переключает вектор атаки Сайлент на Вишдоктор. И снова успевает откинуть касочки. Какие каски от ВД. Туда залетает Шторм. Сейчас будет очень больно, Нофир должен погибнуть. Сайлент идет дальше. Все еще жив. И снова Сайлент использует таймволк. Успевает. Но Мэйб идет за ним. Молния не попадает ни в кого. Сайлент погибает. И вот он. Дум. Нет, не будет. Это не Дум. Это не Дум. Это просто Инфернал Блэйд. Айсберга и так заберут. Каски плюс очень круто заманили ЛЖД в ловушку своего оппонента. Вичдоктор максимально далеко вытянул. Террблейд зашел с подветренной. Сразу использовал Сандер. Да, очень хорошая драка. И ЛЖД получает первое преимущество. Я хотел сказать о том, что не лишним будет напомнить. Мне кажется, Нофир сам понял, что ошибся. А тут Дум еще есть. Я напоминаю. Можно и не уйти. Да, тут, мне кажется, и без Дума могут справиться. Да, без проблем. Не совсем понимаю, на что рассчитывал. Нофир потратили Дум теперь на Нонграта. Нонграта. Ну, забирает у нас, конечно же, Мэйби. Но Нонграта тоже не отпустит. Каски полетели. Есть Айс Бласт. Залетает по Чилису. Что делают сейчас Флайт Умон? Есть Свет. Есть Свет, есть Десвард. Жестко. Что вы делаете? Нет, я понимаю, конечно, вы забрали по итогу. Мы деремся. Смотрим повтор. Вот как раз Хроносфера. Вовремя Сайлен переключился. Хотел очень быстренько зафокусить сейчас Вичдоктора. Понимал, что доберу там Таска. Но вот каски те самые. И врывается. Сеймос и никого не щадит. Да, конечно, два героя, которые стоят под Маледиктом. Которые стоят под вот этот вот врыв шторма. Это очень приятно. И здесь Чилис решил отменить Дум, потому что понимал, что Айс Берг и так погибнет. Здорово. Ну, правильно сделал. Да, вот так вот. Но как-то подвидели сейчас Flight to Moon. И мы видим уже 2000 преимущества за LGD. Это все было без метаморфозы. Причем у Ами она была в кулдауне. Да. А Ама, кстати, уже себе выформил ПТ и Яшу. Да, дальше будет фармливать Сию сразу же. Ну, делает такие артефакты на прочность, чтобы сложнее было пробить. Я пытался все договорить о том, что Сандер работает через Ultimate Operation, в отличие от многих спилов. То есть под ним можно отхилиться под ультом аппарат с помощью Сандера. Не так много спилов в доте, с помощью которых можно восстановить ХП. Ну, например, это Сандер и это, насколько я помню, Вивера в Ultimate, в том числе Ultimate Сагадим Согнус. Опять же, там механика немножко другая. Там же не хил у тебя, получается. Ты меняешь свое ХП на чужое. Сверху погибает Spirit Breaker. Нет, он успевает, убежает. Здесь находят. Рор, по тратиле, из Блаза летает. Здесь уже Мэйби. Цепляет Флай. У Флай проблемы. Флай погибает, отправляется в таверну. Неплохо. Попытка была неплохо. А, там еще забрали у нас Сноуфира. Я причем вообще не понял, как это произошло. А где он исчез? Он дрался с Террорблейдом на топе, но каким-то образом взял разгон, убежал от него на несколько экранов и что-то его добило. Вот что последним добило в 15.35? Ага, видимо, это... Ты это... Что? Возможно, это тычка долетела. Я вот об этом тоже думаю, что неужели такая глобальная тычка летела за ним? Нет, я не думаю, что это... А, подожди, там на нем висел... Покажите, пожалуйста, Террорблейд. Нет, нет, слушай, я думаю, возможно, висел какой-нибудь... Это мог быть рефлекшн, но рефлекшн не бегает так быстро. Рефлекшн мог быть... Знаешь, в чем проблема? Смотри, мог быть рефлекшн... Покажите Баратрума, там, по-моему, у него есть как раз-таки... Да, у него есть Орпов Веном. То есть он сам себя Орпов Веном убил, понимаешь? Отравил. Нет, нет, там была тычка, там четко было видно, что физическая атака, просто она летит не так быстро у Террорблейда, и Спиритбрекер думал, что он убежал, но пуля прилетела ему в спину. Минус два суппорта, это довольно критично, потому что хотели Флайт Умун подраться, сравнять счет, а в итоге получилось, что они теперь проигрывают 4 тысячи. Плюс сильная экономика Дума, которая будет постоянно нарастать, он будет раскачивать Деваур, на 15-м возьмет Грейтный Деваур, Шторм, который также сноуболится, ну и Террорб... Ослиный Таунт опять... Да, я вот до сих пор в шоке немножко от этого Таунта. И А. С чем это связано? Ну, да ладно. Так, 4 тысячи преимуществ забирают, очень легко забирают сейчас ЛГД Т1 по миду, но Тауэр был очень битый. Не стали почему-то динаить его, странно, поэтому он можно было попробовать заняться. Не уследили, возможно. 4 тысячи остается. И ЛГД выходит в атаку. ЛГД в атаке, у них все есть, все ключевые ультимейты, там БФ появился для Салента. Флай. Ну, Флай это не тот немножко таргет, конечно, который хотелось бы найти из Смаков. Это самый оптимальный вариант сейчас для ребят из Флайт Умун, кого можно было бы отдать. Всего лишь саппорт. Да, саппорт в пятерку. Ну, тем не менее, ЛГД тоже так более-менее довольны. Учитывая, что у Флайт Умун вообще, когда вышли, потеряли своих саппортов, здесь хотя бы сделали фраг. И уже мы видим, как ЛГД потихоньку ставят варды и готовятся к тому, что они будут забирать Рошана. Еще раз напомню, победитель этой встречи очень серьезную заявку на топ-2 и на выход Фвенера оставляет. Чуть ли не гарантирует себе. Там на боте в это время толкают Флайт Умун линию, что там, первая Некра уже имеется для Нуграта, вторая лежат в стэше, осталось себе донести, ну и сразу же будут третьи, конечно же. Дабл дэмэдж лежит внизу, можно его оставить, например, какого-нибудь Саленту сейчас, либо же, да, Саленту было бы неплохо, все-таки хроносфера есть, можно попробовать подраться. Айсберг забирает. Айсберг уже такой, знаешь, ладно, оставляю. Ну вот в свое время для этого и ввели всякие арканы руны, чтобы у кастеров тоже был какой-то там вариант боевой руны, которую можно забрать. 5000 преимущество ЛГД, подтягивается Салент. Здесь не будут драться, скорее всего, ЛГД, так как проход очень узкий и неприятный, только FY у нас показывается. Там Хавк полетел на разведку. Нет, нет, никого нет, еще и подпушивает Вичдоктора на топе. Кстати, это очень грамотно, пятерка идет на топ, то есть даже если кто-то перетянется туда и убьет... Так, Салент врывается сразу на Дума. Попытаются его быстренько забрать. Рор потратили в это время на FY. FY забирает его здесь, забирает еще и Дума. Минус 2 делают, каски полетели. Как же сейчас будет разваливать Десвард? Сбивают, в итоге их снова проблемы. Врывается Мэйби, пытается зафоксить Салента. Это ему удается сделать. Салента отправляют в таверну. 2 в 1 пока что драка. И вот приходит Ама. Ама начинает разминать. Не успевает пока что заюзать Сандра и не успел он этого сделать. В итоге Ама также отправляется в таверну. 1 в 3 пока что драка. Мансит их снова, но не уйдет. Скорее всего, должны забирать сейчас и его. Минус 4 оформляют. Дотикает ли Нофир? Вот в чем вопрос. Нет. Да не, не должен, слишком плотный, да. Он не получил вообще урона, поэтому выживет. Еще и делает телепорт. Отличная драка. Подставили Дума. Ну, блин, LGD, что получится подраться с подходящими корами. Насколько я понимаю, Орчет готов у Шторма. Он повесил Сайланс на Войда, но этого не хватило. Вернее, хватило, чтобы забрать Войда, но не хватило, чтобы выиграть драку. Интересная ситуация получается. Камбэк у нас небольшой. Да. Хорошо подрались. Да, мы видим, очень много золота сейчас заработали у нас в Flight to Moon. Но это было прогнозируемо. Вот на месте Нофира стоит учитывать в следующий раз, что у Спиритбрейкера теперь идет отброс от ультимейта в два раза больше. Он чуть из хроносферы, думаю, не вытолкнут. Невозможно вытащить союзника из хроносферы, но можно врага. И это очень так... Так, врывается у нас на айсберг. Айсберг. Да, дот без шансов. Не было никого рядом из тиммейтов, не было никаких артефактов, чтобы как-то пожить еще, да. И в итоге забирают у нас Думу. Зевса неприятно. Кстати говоря, тренер команды LGD QQQ, когда играл в The Home, на втором Инте, по-моему, вытолкнул трех врагов из хроносферы ультимейтом котла. На Бландинг Лайтем ты имеешь в виду? Да, Бландинг Лайтем. Это было очень жестко. Возможно. Я, честно говоря, ну, такого я больше не помню. Я, честно говоря, не вспомню сейчас, но я видел, как выталкивали всех с Рошпита, это точно. Отлично работает этот спелл. Ну, врагов, да, круто, но из своей хроносферы это не очень круто. Это не круто, согласен. Причем там еще, говорит, союзники остались, и вот просто раз и все. Поэтому у Спиритбрейкера нужно играть аккуратнее, учитывая, что он сам становится от хрона, и врага может выбить. Скажем, выбьет какого-нибудь Шторма достаточно рано, и все, и Шторм полетит, а вы останетесь в этой хроносфере. Ну, или какой-нибудь ТБ, да, чтобы он успел Сандер нажать. Это тоже будет неприятно. Просто с Думом не порешало по итогам, к тому же он остался внутри. 4 тысячи возвращают себе LGD, они так выходят, пока Flight of Moon приходит в себя. Вот, честно говоря, это стадия прихода в себя после каждой драки, и у Flight of Moon какая-то слишком долгая. Они постоянно после каждой вылазки на них, или если они выходят, им нужна пауза, им нужно пофармить. В этот момент LGD забирают либо Рошана, либо пару героев, и опять начинают зарабатывать превосходство. Смоук разбили. Да, там третьих некров призвал уже Нонград, отправляются в атаку, Сален с хроносферой, у него имеется Shadow Blade, и готовы рваться. Они отлично сейчас могут войти в спину, не знают об этом LGD, но LGD разделились на две части. Мэйби бы поймать его ловит, но Дум не попал в хрон, но Мэйби нужно фокусить срочно. Есть Рор, потратили на Дума, Дума попытается забрать, успевает активировать Землю, стан от Кентавра, есть Десвард, врывает сюда Сален, Нонград оттанкует. Боже, как же им больно сейчас будет. Проблема LGD, есть NoBall, сейвит до последнего своих тиммейтов, сейчас FY уходит. Уйдет ли его, в чем вопрос, нет, не должны. Есть ультимейт от NoFear, забирают Чилиса, погонят за Икснову, он тоже отправляется в таверну в живых. Остается пока что здесь FY, NoFear, юзает еще один чардж. Здесь уже Сален, готов рваться, прыгает, баш с первого удара прокает, FY также отправляется в таверну. Отлично сыграно очередные минус 4, которые делают Flight of Moon, потеряв только одного игрока. Terror Blade не было в драке, он вообще сюда не пришел, и Шторма забрали первым. Аме. О, сейчас его будут кайтить. Нужно использовать Сандер, он не может догнать Земса. Туда бежит уже NoFear, да, все правильно делает Аме, слишком опасно. Да, еще если в БКБ начать делать ТП слишком поздно, то Spirit Breaker собьет. 2400. Неужели 2-1 возвращается у нас на эпицент. Я не знаю, видимо, да, проклятие с нас, может быть, даже спало. Давай не будем загадывать, не будем сглаживать. Так, Тасик покупает 2 книги. Это немножко тревожный звонок, значит, на 10-й никто книгу не покупал. С другой стороны, или, возможно, он покупает 2 книги специально после 10-го. Вот если нам покажут Тасик, у него должен быть талантный экспу, насколько я помню. Но он взял талантный... Нет, тогда моя теория идет лесом, потому что он взял КПМ, и книги не будут работать так, как надо. Так, LGD заходит на Рошана, начинает очень быстро его забирать. Ну, это короночка LGD, мы уже видели это. Да, и идет на разведочку сейчас аппарат. Да, есть Vortex, прекрасно понимает сейчас Flight to Moon, что здесь падает Рошан. Потратили скан, полетел Ice Blast. Ice Blast залетает по Мэйби, попадает, отлично. Мэйби уходит из дрожпита, сюда бежал уже No Fear. Чилис побежал вперед, No Fear получает Infernal Blade. В зоне пока что Doom, да, полетели шарды. Слишком поздно. Да, не успеет уже, скорее всего. Падает Рошан, забирает Айгис себе, конечно же. Мэйби, там Silent в инвизии. О, как же больно здесь Террор Блейду. Ама стерли в одну секунду, врывается Мэйби. Есть No Ball, врывается на Нолграду. Драка разделилась не очень удобно. Сейчас для команды Flight to Moon потеряли айсберга. Есть Death Ward, Doom потратили в Silent, а Silent просто ничего не может сделать. Войт погибает, и он тоже. Драка здесь продолжается за Нолград и погоня. Он тоже погибает. Да, что-то не очень хорошо сейчас разменялись в Flight to Moon. Вроде бы все неплохо начиналось. Для Диваура неплохо начиналось, казалось бы, но могли эти Айрблейда подсейвить. К тому же Войт получил Doom, ничего не смог сделать. Это то, о чем говорилось в самом начале, что Войт не любит этот спелл. Ну и за что драка-то была? Ведь фактически Рошан был убит. И это тоже верно. Ну, в теории план был неплохо, чтобы сразу его выбить, да, как-то сделать минусы. Опять же, тот же Ам очень быстро развалился. Но Doom'у не поймали. А если ты не ловишь Doom'у, Doom'у ловит тебя. No Fear, Silence вешает. Это Maybe уже здесь. Да, Maybe здесь. Ну, есть Vortex без шансов, конечно, для No Fear'а. Уже почти Ленкинг сфера. Да, Ленка скоро появится. Чтобы Spirit Breaker и Beastmaster не могли инициировать. Ну, вот такая ситуация сейчас на карте происходит. Очень неприятная. Рассчитывали Flight to Moon ворваться под дебаф аппарата и на LGD, который потратили ресурсы. Но выяснилось, что дебаф аппарата уже спал, уже успели отхилиться. TB просто стоял в метаморфозе. На самом деле, если бы Таск его засейвил, там вообще был бы развал дикий. Но вышло вот таким вот образом. Ну что ж, 17 уровень у Войда. И теперь очередная попытка выйти в смоках и реализовать Хрона. И у них это может получиться, потому что они идут навстречу как раз Аме. Аме фармит свой лес. По миду пока что толкает ФВАЙ. Да, неверно. Верный вектор выбрали. Идет вот иллюзия Террорблейда. Ни в коем случае нельзя батиться. Мы видели, по-моему, вчера. Да, вчера, по-моему, момент был, когда на иллюзию забайтился. Ну, знаешь, уж на иллюзию Террорблейда нужно забайтиться... Это так, нужно быть особенным, одаренным человеком. Потому что она еще и выглядит, но совсем по-другому. Если на обычную иллюзию можно, она как бы похожа. К тому же и здесь всегда, который может просветить. И на самом деле, айсбергу нужно почаще вот так вот ультовать, когда идут выходы в смоках. Причем, если ты ультуешь только, когда идут выходы в смоках, соперник может прочитать. А если ты просто прожимаешь периодически кнопку, как делают многие зевсы, это не очень экономно, но, тем не менее, соперник не сможет подгадать, когда ты конкретно идешь в смоках. Может быть, ты будешь вальтовать каждый раз, соперник будет прятаться на базе, и это тоже будет в плюс. В общем, здесь есть несколько вариантов. Ну что ж, 3000 преимущества, минорное абсолютно, и LGD здесь не совсем тот пик, чтобы вот прям заходить на хайграунд, только ТБ. Отличный артефакт появляется для айсберга, теперь он в драке будет крайне полезен. А что-то появляется? Аганим? Аганим, да, приобрелся в айсберг уже. Неплохо. И это будет очень круто. Под хроносферу очень хорошо работает. Да вообще мерзкий артефакт, его можно даже вне хрона положить, и постоянные вот эти вот станы, которые ты от этой молнии... Да, я видел, где ты как раз был в одной из нарезочек, где там с рефрешером два нимбуса просто, которые тебя не щадят, достаточно не может ничего выйти, там крест-накрест, который тебя станет. Там с талантом? С талантом, да, на дополнительное время стана, это очень много. Ну, особенно боится этих нимбусов Тинкер, конечно. Шторм не так боится, потому что он моментально может улететь, но все равно слишком сильный артефакт. Можно кого-нибудь забрать, залетит какой-нибудь Айс Бласт, да, там на половину хп-шного героя, то даже нимбус, и это, считай, фраг. Супер-глобальная комбинация. Так, чардж был потрачен на Мэйби, но, понятное дело, Мофер сюда не побежит. Мэйби уже практически с линкой. Что там у нас Дума уже имеется? Дум с пайп себе собрал. Дальше будет Шивус Гвард. Да, Дум догоняет Бестмастера, Зевса по Нетворсу за счет своего таланта. Постоянно кушает крипов. Что-то ищет. Хочет какого-то Сатира. Возможно, Сатира с Пурджем хотел, но его нет почему-то. И ничего не ест. Да, вот съел еще раз Кентавра со Станом. Выходит на нижнюю линию. Ну, Т1 заберут. В это время, правда, Т1 собираются забрать также и Флайт Уму на топе. Там тавер наполовину битый. Отправляет птичек по КД у нас Бестмастер, чтобы давать дополнительный вижен себе и тиммейтам. Ну, Флайт Уму не нужно драться. Они прекрасно понимают, что у соперника имеется Айгис. И аккуратненько сплитят, разводят. Это все, что им сейчас нужно. Айгис кончится буквально через минуту. Линкенсфера летит. Это линкенсфера для Войда, чтобы не получать Дум. Хорошая штука. Да, сейчас драка будет. Хороший скан. Хороший скан залетает сейчас от LGD. Они знают, где их оппонент. Врывается Мэйби. Нашел Нофира. Есть Саленс. Нофира начинает фокусить. Скорее всего, его заберут. Есть, кстати, Нимбус. Нофир все еще живет. Есть Ноубол. Покатились. Дум в это время потратили у нас на Салента. Нет, это не Салент, это Айсберг. Прошу прощения. Ноонграду ловит. Врывается Мэйби. Ноонграду погибает. Погоня продолжается за Айсбергом. Его забирают. Нет, Айсберг пока что живет. Но его, наверное, заберут тоже. Минус 4. Ой, Айгис заканчивается. И Мэйби отрегенивает себе всю ХП ману. Великолепная игра от Мэйби. Вообще стоит обратить внимание, что он ворвался под Арканруной. То есть у него была там бесконечная мана. Он просто летал. Делал все, что хочет. Не дал ничего сделать Войду. А Рор Бестмастера был потрачен в Линкен Сферу. Увы, ах. Да, огромный минус. Сален прыгает на Мэйби. Ой-ой-ой, какая ошибка. Я думал, что он хочет атаковать Мэйби. Я думал, что он его видит. Но нет, это ошибочка от Салента. Да, и он погибает. Очередной фраг. Я что-то уже думал, что он как бы может быть... Я сначала не понял, каким образом он его увидел. Но, видимо, может быть, Чуйка, думаю, прыгнет. Сейчас Хрор Сферу поставит и заберет Мэйби попробовать. Тиммейтов нет, поэтому вряд ли пробьет. Очень тяжело все-таки, что он довольно плотный. И вот уже заход на хайграунд. 7 тысяч преимущества. Казалось бы, только что шла равная игра. Теперь Блейд отходит. Ну, и Блинк сразу увидел, что там же есть маленькая анимация, которую можно спалить. Это крутая штука для Террор Блейда против Войда. Тебе всегда нужно выбирать крутую позицию. И здесь ты просто можешь перепрыгнуть в Хроносферу. Или Войд прыгает в тебя, а ты успеваешь использовать Блинк, потому что он используется практически без анимации. Только герою надо развернуться. Дум прыгает вперед. Просто агрит на себя. Без Войда спокойно сбирают бараки. Но Аграда прыгает. Рор ни в кого не дает. В итоге дает только сейчас вам. Ама успевает прожать БКБ, начинает фокусить Айсберг. Айсбергу очень больно не щадит его. Просто Шторм Спирит погибает еще. И No Fear. Салин все еще не резнулся. Минус 2 оформляет. Сейчас LGD. Падает барак. Падает второй барак по миду. Да, но это чуть ли не конечное сейчас. Там Никрономиконов сейчас забирает Чилис. Минус Айс Бласт, который... Ну, я не знаю. У меня просто уже нет слов. Это очередная игра Fly to Moon. Которая похожа на все, да. Да, и LGD полностью устраивает такой сценарий. Мы видим, что они очень любят так вот поднабрать свои артефакты и потом работать. Так, мы забираем Рошана. Мы идем, делаем парочку неплохих драк. И вот уже вы видите, как график взметнулся вверх. Хотя Dota долгое время думала, что Fly to Moon здесь фавориты. Ну что, ждем очередного Рошана. Сейчас основной таймер пройдет. Да, или я бы сказал, что скорее я жду выхода от пассажира. Я теперь уже буду называть их пассажира сегодня. И выхода для того, чтобы забрать кого-то перед Рошаном. Или, возможно, перед заходом на хайграунд. И вот они группируются сейчас. Я слышу charge. Это разгон на вам, я так понимаю. Нет, на крипов просто бежит на уфир, на низ. А в это время разбивают LGD. Смоук отправляются в вылазку. Сейчас могут аппарата найти, да. Ancient Operation уходит. Прячется в Glimmer. Летит Maybe. Maybe Game. Ну да, тут никуда ты не скроешься от убивцы. На Storm Spirity. Это минус Allison of Life. И минус Ice Blast, без которого драться очень не хочется. Минус Ward. Свеженький, кстати говоря. И идут опять по центральной линии. Да ничего не потратили. Что? Ооо, Айсберг, как ты, друг мой, тут оказался? Айсберг, афк, по-моему, был. Мне тоже так показалось. Это критическая ошибка теперь без Зевса. 70 секунд, это точно. Вард реализован, который поставили на хайграунд. Мы его как-то не отметили. Но действительно такой дефолтный вард, когда ты отступаешь, ставишь вард на рампу, чтобы кого-то зацепить. Знаешь, обычно, когда ты играешь на Зевсе, ты периодически проверяешь свой хэгэ на наличие вардов. То есть, как правило. Но, видимо, этого не сделали. Flight to Moon и ломает им вторую сторону. И непонятно, как защищаться теперь. Я не проверяю. Но, как мы видим, я не один ноут. Видимо, да. Видимо, так и есть. Минус вторая сторона. Здесь врывается Doom. Doom просто зонит саунд, не дают ему подойти. Ну и что? И остается у нас последняя сторона. Ну, слушай, я был прав. Действительно, они пошли и сделали минус. Но все получилось слишком круто. И Рошан появляется совсем скоро. Вот теперь нужно подождать заходы на Рошан. Подожди, тут не уходит далеко у нас LGD. Возможно, будут пытаться кого-то ловить. Опять же, не все ультимейты есть. Почему нет? Ой-ой-ой. Почему бы не подраться? Там за спиритбрейкером выход. Шторм полетел на Секрет Шоп. Ну, но Фира забирают, да. Без шансов. Это еще один фраг. 19 тысяч. Можно забрать Тир 2. Можно забрать Шрайны, чтобы уже окончательно подготовить площадку для Рошана, пока есть время. Постоянно будет пушиться верхняя линия, центральная линия, поэтому тяжело будет в Лайту Мун как-то подраться на этом Роша. Тем более, они проигрывают почти 20 тысяч. Да, это очень много. ТВ-раз забирают, забрали уже лесной шрань здесь, так же, чтобы никто вдруг внезапно не прилетел в спину. Нет, нет, он есть. Он еще стоит. А, прошу прощения, да, стоит. Все. У меня зрение немножко подводит. Ну, возможно, ты посмотрел в будущее, как Воид, например. Как он говорит? Я видел твою смерть, когда ты родился. Нет, 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 нет. Время избивают команду, Флайту Мун забирают нас Нонграду, забирают также аппарата. Воид уходит отсюда, забрали Мэйби, неплохо. Но с Саленто проблема. Что ты будешь делать сам, Ама его просто фокусит, не отпускает его здесь. Байбека нет, Надежды нет. ГГВП 2-0. Да уж, Торма нет Байбека, но это вот сейчас появляется за счет сломанных зданий. Это неважно, потому что вдвоем остаются, и два героя, которые дефить не могут, к сожалению, для Флайту Мун. Эта встреча проиграна. Причем поражение 2-0, ну, практически лишая этих шансов на какой-либо выход. Они проиграли Ликвидом, они проиграли ЛГД, эти команды выше их по турнирной позиции. Купил себе Аганим Таск, только что выкинул Айсберга со своего фонтана пинком, да. Ну и в итоге 2-0. Ну что ж, похоже, проклятие спало. Ну, все мы знаем, что Айсберг боксер, поэтому грамотное решение, вместо того, чтобы бить руками, ФВА бьет ногами. Да, все верно. Что-то не вижу особой радости, конечно, на лицах ЛГД, как-то спокойно они к этому отнеслись. Наверное, потому что Мэйби не ставит никто рожки, он слишком расстроен. Требует дополнительного внимания. Да, не хватает, не хватает. А где рожки? Вчера он, заметь, ты помнишь, когда вот эту тему... Он был счастлив. Нет, там первая карта у них была не очень, во второй карте ему, перед второй картом ему поставили рожки, но на следующей карте просто развалился, знаешь, как будто озверина выпил, такой, ну все, пора тащить. Так что это неплохая мотивация такая, так скажем. Но вот показывает Flight of Moon, расстроены, безусловно, ребята. Да, но не стоит слишком сильно расстраиваться, потому что винра для них практически закрыты, тем не менее они хотя бы имеют хорошие шансы на выход в плей-офф, в отличие от многих других команд, например, от Империи, у которой просто ужасная статистика. Ну что ж, 2-0-2-0 сегодня. Какой день-то быстрый оказывается у нас. Мне вообще сказали, что я ехал сюда, вот был дождь, мне уже все пишут, ты что, какой дождь, там солнце на дворе? Да я тоже вставал, на самом деле, даже зонтик с собой на всякий случай взял, потому что был ливень, я выходил, и ливень, я думаю, ничего себе, вот это утро. Это ты все испортил, нельзя брать с собой зонтик, потому что погода сразу же меняется, а вот если бы не взял, он встал. Я кому-то плохо сделал, что солнце на улице. Вообще да, ты в итоге красавчик. Ну что ж, вот такая вот у нас получилась игра. Flight of Moon, к сожалению, проигрывает. LGD забирают эту встречу 2-0. Ну а более подробно об этой игре наша студия аналитики. ...группы, но, скорее всего, такого расклада уже не произойдет. Слева от меня 2 замечательных человек, которые следили за этой игрой очень пристально, и мы говорили о том, что если первые 15 минут в LGD все пройдет нормально, то, значит, они выигрывают здесь. Я так понимаю, что Митя об этом говорил. Да, да, они прошли нормально. Так все было хорошо. Но эти дурацкие забеги, то есть по хорошему плану в том, что ты идешь спиртбрекером, вгоняешь в землю шторма, закидывает молнии Зевс, вы его убиваете. Зевс фармит, шторм не фармит. Возвращается, повторяете, возвращается, повторяете. Потому что Зевс имеет достаточный килл потенциал, чтобы это делать, не умирая. Но в итоге, в из-за того, что приходит туск, крайне выходит в размен, убивают раз, убивают два, размены, убивают раз, убивают два, размен, бегают до базы. А в итоге-то ты выиграешь от Зевса, который не фармит, больше, чем Шторм. А Шторм, как кор, лучше, чем Зевс. Потому что он может, он чуть ли не контрпик, потому что он может долететь и убить его. И играть от этого тебе нельзя. И все сводится к тому, что ты либо тратишь все свои силы, чтобы бить шторма, тогда у тебя не остается сил, чтобы бить ТБ. Либо ты вкустишь ТБ, нет сил, чтобы бить шторма. То есть два кора получается больше, чем один. Но если бы получилось выиграть с старта игры, Зевс бы имел куда больше, и в таком случае все было бы просто замечательно. Ну, вот это вот. Те самые утренние забеги на 2.37 показывают. То есть первый фраг на Зевсе, размен на Штурм Спирита. Сейчас будет второй фраг на FY, потом умрет на Уфир, потом вернется FY, убьют Айсберга, убьют Мэйби. То есть вот так вот у них и будет все веселье проходить. Туда-сюда будет меняться. Ну и вот очень хорошо играет с Тиками Батлом. Здесь Мэйби, то есть любой другой игрок вполне мог бы и не дезаконтрить, хотя вот Айсберр тоже среагировал, мог умереть и не убить. Но по итогу-то вот самое главное то, что у тебя один кор, и ты теряешь того героя, который покрывает недостатки всех твоих остальных. То есть у тебя теряется Зевс из игры, который бы докрывал и в Хоносферу, и в Рор, и в Ры в Спиритбрекер. То есть в итоге у него просто ничего не было. На тот момент, когда уже что-то нужно было, чтобы было. Ну вот. Ну то есть показывать casual драки, все просто casual формят. Это нормально, что все дерутся, все формят. Постоянно какие-то файты идут, неплохие размены, но сам факт в том, что у тебя есть войд, у которого слишком мало. Но с другой стороны, видишь, у него 5-300, 5-300, ему нужно больше статов. То есть чтобы победить войдом ТБ, тебе нужно на 2 стата больше. То есть тебе нужно не на 5, а на 10 тысяч перефармить его, чтобы прям стабильно его убивать. Потому что драки, ты вот в итоге ловишь Хоносферу, ну и Мэйби. Чувство этого героя видишь просто не прощает. ТБанк, на лоу ХП, на развороте убил одного, долетел, убил второго. Потом появляется арчит, а ты играешь войдом. То есть ты явно не хочешь собирать там после, например, БКБ какой-то, точнее так, после БФ какой-нибудь БКБ или манту стайл или еще что-нибудь, тебе бы демиджи набрать, а не еще один айтем на сейф. И вот постоянно эта гонка, а все это выливается из самого начала игры. Ты просто не успеваешь в темп. У противника уже что-то есть, тебе уже что-то нужно, ты уже должен что-то перекандрить, а ты не справился с тем, чтобы сделать это на первых 5-минутах игры. Что касается как раз-таки Зевса, здесь его более чем хватало демиджи, да, мы обсуждали этот момент. Должно было бы хватать, но вот опять же, то есть у него не было быстрого аганима, ничего такого, и у него просто ДПС из-за этого сильно просел. Почему не было бы быстрого аганима? Ну не знаю, то есть почему-то считают, что, допустим, ну Линза еще ладно, она реально очень много для этого героя дает, но считают, что Кай дает больше, чем аганим. В чем они в хорне неправы. Ну, кроме того, дешевле просто. Ну да, очевидно. Ну просто за 2000 ты получаешь там 10% усиления, а за 4000 ты получаешь мало того, что кучу хп эффективного, которая будет работать на все, так еще и получаешь возможность доп. подстана и доп. урона, эффективность которого просто неисчислима, потому что ты можешь словить 20-то молний за один нимбус, и никакая кай тебе столько не даст. И дофармить кайу после аганима несложно, а дофармить аганим после кайа бывает невозможно. Дим, мы сейчас с тобой смотрим хайлайты и видим, что в общем и целом ничего такого особенного не происходит с точки зрения перефарма лютого, и Flight of Moon вполне себе неплохо сражается. В какой момент наступила та самая черная пора, и когда уже выйти из него было сложно? Давай так, вот если посмотреть по всем замесам, которые мы сейчас видели, сколько раз ты видел Зевса в думе? Вот за все эти замесы. По-моему, ни одного. Вот, ни одного раза. И важный момент, сколько раз ты видел ТБ в драке? То есть ТБ все это время просто сформил. Один раз нападали на него за все хайлайты, но по идее он просто сформил, фармил, 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 и вот он уже обгоняет вайда, а вайду нужно иметь больше, чем он. Ну, честно говоря, у меня запросы поменьше, то есть я не совсем представляю, каким образом FSS Void перефармит ТБ там на 5-6 тысяч, учитывая, что у ТБ-то обилочки посимпатичнее, у него там иллюзии, у него статы очень хорошие, и он тоже очень быстро фармит, то есть как бы перефармить его очень трудно. Вот, пожалуйста, драка, где ТБ в драке был, его, естественно, моментально ваншотнули, и я считаю, что если ТБ приходит в драку без Блэкингбара, он умирает там буквально за 2-3 секунды, может быть, даже за секунду под воронкой и проскастным Зевсом. И, соответственно, вот пока, ну, была борьба, пока команды сражались, размены были плюс-минус равные, я считаю, что ключевой момент был сверху, когда Зевс оказался в Думе, FSS Void просто убежал, вообще ничего не сделал, вот он, FSS Void, нажимает на Шотлбейт и убегает. Вот его команда сражается, вот они дерутся за всех сил, где-то там FSS Void нападает на Шторма, Шторм улетает, неожиданно дали Дум в Зевса, и вот когда Зевс получает Дум, ГГ сразу, потому что магического урона нет, остается только физика, остается маленький рассказ Топа Рэйшен, и в результате просто легчайший минус 4. То есть вопрос вот здесь вот, когда преимущество в OGD было еще небольшое. Ну, там еще и Саунтушу. Здесь скорее вопросами на позиционке. Он просто не стал ставить Хроносферу, не стал убивать Шторма. Вопрос, почему он не ставил Хроносферу, почему он никого не убивал, если он потом побежал вниз, его там снизу разобрали, и были минус 5. Я, честно, не на 100% уверен, чтобы заявлять, но думаю, что дело было в Айгисе у Шторма. Ну, я понимаю, что дело в Айгисе у Шторма, но есть еще 4 героя, то есть почему он вообще ничего не сделал, то есть понятное дело, что они идут... Ну, типа они уже погибли в отимейте. Они идут на территорию противника, и, соответственно, если уж они не собирают драться, то тогда зачем остальные 4 героя развернулись и начали драться? В общем, не хватило коммуникации и позиционки. То есть в этот раз, в этот момент я в очередной раз понимаю, что пока Fly to Monte Mix, я считаю, что этой команде очень повезло в первые дни, потому что некоторые команды просто не успели садаптироваться, и, соответственно, если игра дотягивается, если все касается темплея, то, как мы видим, темплей у LGD намного выше, чем у Fly to Moon. То, что если ZEVS получает Doom, все, это GG. Вот мы увидели драку, ZEVS получил Doom. Все, на этом был конец. До этого мы не видели ZEVS в Doom. Один раз он получил Doom, конец игры. То есть, на твой взгляд, FTM не достойный первого-второго места в группе? Ну, на мой взгляд, LGD сильнее, на мой взгляд. Ну, на мой скромный взгляд, как бы я не на что им претендую, я здесь просто высказываю свое мнение. И, на мой взгляд, LGD намного сильнее, чем Fly to Moon. И если LGD выйдет в плей-офф, то LGD шансов намного больше, чем у Fly to Moon, потому что у Fly to Moon постепенно заканчиваются заготовочки. Они почему-то отказались от идей пикать Doom, с которым они очень успешно выступали. И я не совсем понимаю, почему. В первой игре Doom забанили, во второй игре забанили Чен, и дали возможность ферспикнуть что-нибудь, они бы взяли Братрума. Замечательно. И получили Doom в ответ. Замечательно. Сделали выбор в другую сторону. А почему Братрума в ФП? Захотели. Думали, что не раскрывают карты. Надеялись, что LGD не будут его двигать. И, насколько не принижая достоинство Братрума, вот если Братрум летает в Зевса, ну, Зевс не умирает. Зевс не выключается с драки, он просто дает ему раскаст, и, соответственно, Братруму нужен плюс один. А если Doom доходит до Зевса, Зевс в конец. Он не кастует. Doom его еще при этом в Соляново убивает. И в данном случае, как бы, слишком очевидно, что Doom как-то слишком полезно, если игра заходит лейт. Никто не спорит. Никто не спорит. На самом деле, Doom очень жесткий. В общем, по PSG все в порядке, как обычно выступали. Да, у них вчера были проседания, сегодня все намного лучше. По Flight and Moon все совершенно логично, так и должно было совершиться. Или все-таки... Мы первые дни, когда смотрели на LGD, мы говорили, что вот что-то Maybe Viper там берется, еще что-то такое-то из героя не скилловое. Вчера Тинкер, сегодня вот Фурион, о, не Фурион, Шторм Спирит. Шторм Спирит, Кунка. Да, то есть герой, где надо какие-то клавиши нажимать, и он примерно понимает, как это работает, и в разы лучше у него получается, и он делает игру. Он становится плеймейкером первой позиции своей команды. Интересно, почему мы дошли до этого только на этом чемпионате, я имею в виду, в смысле на протяжении нескольких дней пришлось играть. А если бы у нас была бы GSL-система? Уготовили дома что-то.